В общем, вы должны об этом знать. В квартире холодно, на улице осень, а также новый промоушен родом из Грозного, новый супер БЖЖ-эвент в Москве, Кларк Грейси получает российскую визу. И другие новости и анонсы предстоящих событий сегодня в выпуске. То, что в России наступил новый сезон, уже понятно всем. Очень жаль, что он не отопительный. Пока. Надеюсь, что пока. Но с точки зрения событий в мире бразильского джиу-джитсу и грэплинга, осень и октябрь в частности обещают быть достаточно жаркими. Пожалуй, последним теплым днем прошедшего сезона был турнир ADCC Moscow Open, который прошел в эту субботу в городе Долгопрудный. Прошел отлично, спокойно, четко и дисциплинированно. О нем еще последует целый ряд сюжетов и постов, но самый главный вывод, который сделали организаторы данного турнира и о котором вам стоит знать, ADCC в России будет больше. Леонид Готовский уверил в нас, что турниры по правилам данной федерации будут проходить в Москве и в России все чаще и чаще. Да, планируем более регулярно это все проводить и активность ADCC будем вывешивать и на сайте также будем постоянно анонсировать все это и в соцсетях, и на сайте на официальном ADCCRussia.com и также в Инстаграм, и также в ВКонтакте. Так что приходите на наши чемпионаты, следите за нашими новостями, за нашей активностью и я уверен, что мы не разочаруем, да, и ваши ожидания подтвердим и реализуем. Как это еще можно сказать? Ожидания мы их, что мы с ожиданием делаем? Оправдаем. Оправдаем, вот, да, да. В общем, оправдаем ваши ожидания. В столице Чеченской Республики, похоже, зарождается новый БЖЖ промоушен локального, во всяком случае пока локального уровня. На 7 октября назначено событие, карт которого составляют несколько суперпоединков. Суть ивента примерно такая. Представители... Микш... Суть ивента примерно такая. Представители ММА будут сражаться с представителями бразильского джиу-джитсу по правилам бразильского джиу-джитсу. Ну, разумеется, ноу-ги. Звезды ММА намерены доказать, что они готовы успешно выступать, даже, что называется, на чужом поле и по чужим правилам. Юсуф Раисов против Магомеда Ансарова. Альберт Дураев против Абу Гуданатова. Азиз Абдул-Вахабов. Ислан Далматов. Мафсар Явлоев. Абубахир Кедаев. Это все участники предстоящего события. А вот о сопернике Абдурахмана Беларова пока неизвестно ничего. Но сам Абдурахман, как нам стало известно по информации от Инсайдера, совсем не прочь представить бразильское джиу-джитсу в этом сражении между стилями. Остальной карт пока загадка даже и для нас, но билеты в Грозный, признаюсь, я уже взял. Итак, как я говорил ранее, проединки пойдут по правилам бразильского джиу-джитсу. Ноу-Ги. Каждая схватка это три раунда по пять минут. Мероприятие пройдет в городе Грозный и будет приурочено к его юбилею. Если вы живете за пределами Грозного, вы сможете наблюдать прямую трансляцию этого мероприятия с комментариями вашего покорного слуги. На середину октября в Москве также намечается отличное событие. Оно пока нигде не анонсировалось, но от нас, вы понимаете, ничего не скроешь. Кайлас Тим представляет новый ивент BGJ Clubs Challenge. Концепция турнира такова. Приглашаются сильнейшие представители от каждого клуба в ранге пурпурных коричневых поясов. Ну, те, кто еще выступает, и кому не стыдно в случае чего проиграть, и почетно в случае чего выиграть. Каждый клуб может представить только одного спортсмена в весовую категорию. При этом нужно понимать, что деления на пояса не будет, а схватки будут проходить по правилам BGF, но с таймингом 6 минут. 8 человек в категории, это 3 схватки, и только 1 победитель категории. И вот этот самый победитель получает весомый такой денежный приз. Интересно? Тогда следите за дальнейшими новостями и анонсами в ленте BGJ Freaks. Я вот уже вижу, как некоторые люди, сидя у экрана, посмотря это видео, возмущаются и негодуют. А когда же, наконец, продолжатся турниры от BGJ Freaks? Ну, там, триалы и малобюджетные соревнования. Да, нам постоянно приходят такие вопросы, возмущения, а иногда и требования. Есть мнение, что в Москве просто необходимо возобновить практику непафосных, недорогих турниров с минимальным взносом для участников. Что бы вам соврать по этому поводу? Убедительно. Хотя, если честно, мы немного сомневаемся. Но, если вы действительно считаете, что такие турниры необходимы и таких считающих больше, чем 2-3 человека, не постесняйтесь написать об этом в комментариях. Мы обязательно примем к сведению и возьмем в разработку. Нам действительно крайне необходимо понимать, есть ли ради чего напрягаться с организацией подобных небольших, но утомительных мероприятий. Кстати, о посещаемости и востребованности турниров. Вот вы вообще в курсе, что в Томске 14 октября пройдет первый в Сибири официальный турнир от федерации UAHJF? А он пройдет. Siberia International Pro. Понятное дело, что чемпионат рассчитан больше на представителей сибирского региона, но ничто не мешает авантюристам из западной части нашей необъятной родины разбавить бракеты своим присутствием. Кстати, сибиряки часто говорят о том, что ездить на чемпионаты в Москву или Санкт-Петербург им накладно и дорого. Но Томск же вроде как у вас под боком, не правда ли? Тогда почему организаторы турнира сетуют на слабенькую регистрацию? Не, ну на самом деле, если кроме шуток, мы должны с уважением относиться к обстоятельствам других людей. Почему они не борются? Потому что негативная мотивация по моему внутреннему убеждению не работает. Спасибо, Ильяс, сори, вырвалось по привычке. Ну и такая новость. Кларк Карликович Грейси делает себе российскую визу. Ай, это же ноябрьская новость. Но тем не менее, если в вашем регионе, в городе или клубе хотели бы увидеть Кларка Грейси с семинаром или с серией мастер-классов, вы напишите нам в редакцию, а мы уж там как-нибудь с вами договоримся по сходной цене. И вот еще что. Если у вас есть новость, готовятся крутые знаковые события или уже что-то случилось достойное, внимание, пишите нам, и мы с удовольствием поделимся этой информацией со всем БЖЖ-сообществом нашей Родины. А на этом, пожалуй, все. Писать хочется. Пока!